Менее чем за год оккупации около двух тысяч римлян прошли через пытки в эсэсовских застенках. Военизированное формирование эсэс разместилось на улице Тасса в 43-м. Здесь же немцы устроили карцер, в котором сегодня организован музей. Камеры, в которых эсэсовцы допрашивали и пытали мужчин и женщин, оставили неизменными. На стенах ногтями выцарапаны календари и предсмертные записки. Попадали сюда без причины, а выходили только на расстрел. Среди экспонатов личные вещи убитых, окровавленные рубашки, тайные записки родных. А также фотографии партизан, которые освобождали Рим от нацистов и отдали за это жизни. За свободу Италии и за победу над фашизмом бок о бок с ними сражались и советские солдаты. Все, кто к 1944 году оказался на этой земле. Под Римом участвовали в партизанских боях две советские группы. В одной было человек 36, в другой меньше, около 12. Это были представители разных народов Союза. В основном пленные, бежавшие из итальянских лагерей. Судьба была у них у всех одна, если поймают расстрел без суда и следствия.